Итоговая коллегия областного министерства образования не случайно проходила в Лесногородской школе Одинцовского района. Последнее время такие мероприятия специально проводились в учебных заведениях, которые были построены, отремонтированы или сданы в текущем учебном году. Школа в лесном городке как нельзя лучше подходит под определение современного стандарта образовательной организации. Я знаю, что новые детские сады и новые школы открываются по всему Подмосковью. Многие из них я видел лично, когда принимал участие в каких-то совещаниях или ездил в гости главам других территорий. Это качественные современные центры, ничуть не уступающие лучшим школам Европы или Соединенных Штатов Америки. В них есть буквально все для того, чтобы комфортно обучаться. Расчет и качество образования случайно ученики из Подмосковья постоянно побеждают во всероссийских и даже международных конкурсах. Кстати, это относится и к нашим учителям. Наши педагоги регулярно в числе лучших в России. Успехи Подмосковья в области образования очевидны. Но сегодня на одно из первых мест наравне с качеством обучения выходят вопросы безопасности школ и детских садов. Как обезопасить детей? Этот комплексный вопрос педагоги обсуждали совместно с представителями правоохранительных органов Росгвардии, МЧС и Роспотребнадзора. Мы сами все знаем и помним те события, которые происходили в начале этого учебного года, в первом полугодии этого учебного года, в дошкольных образовательных учреждениях, в школах, не только в Московской области, но и других субъектов Российской Федерации. Поэтому сегодня такое пристальное внимание уделяется этим вопросам. В ходе коллегии были подведены итоги прошлогодней деятельности региональной сферы образования и определены приоритетные задачи на 2018 год. Одинцовский район по основным показателям привычно оказался на ведущих позициях. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.